Сегодня мы с вами приготовим оладьи без глютена. Наверняка вы слышали, что глютен это такая плохая штука, которую надо убирать из своего рациона и вообще нельзя на него даже смотреть. В наше время принято что-то демонизировать и потом на этом активно пиарить себя. Давайте разбираться. Неправильно будет просто верить всему, что пишут в интернете. Давайте разбираться, что такое глютен, почему его нужно или не нужно убирать из своего рациона. А потом мы с вами уже приготовим что-то вкусное без него. Итак, глютен это белок. Это белок, который содержится в пшенице. И проблема в том, что в последнее время мы все время селекционируем все новые и новые сорта пшеницы, чтобы мука была более клейкая, чтобы она была более белая, более пышная и так далее. И вот в связи с этой селекцией изменяется точно так же и сам белок глютена. И поэтому, если, например, 20 лет назад вы могли есть глютен и у вас не было на него никакой реакции, то сегодня, когда вы едите что-то из белой муки, выпечку из белой муки, то у вас появляется реакция. Это может быть кожные какие-то аллергии, высыпания. Это может быть реакция кишечника и так далее. Хотя в то же самое время, например, на цельнозерновую муку у вас этой реакции нет. И, конечно, будет правильно минимизировать количество глютена в своем рационе. Я не скажу полностью исключить, если он у вас усваивается, пусть он у вас будет. Это не страшно. Но минимизировать его количество будет полезно, потому что в любом случае любые изделия из белой муки – это не только глютен. Это и быстрые углеводы, которые будут способствовать повышению сахара крови и всем остальным процессам негативным в организме, в том числе гликации. Поэтому наша задача – снизить негативное в нашем рационе и добавить чего-то полезного, что может принести нам здоровье. Поэтому сегодня мы готовим оладьи из пшенной каши. Мы уже перемололи пшенную кашу на блендере. Вот так она выглядит, такая консистенция. Чуть-чуть водички в ней и добавили яйцо. Для того, чтобы у нас оладушки поднимались, мы добавим соду и уксус. Но для начала мы включим сковородку. Потому что если мы готовим выпечку, то любая выпечка на сковороде должна быть горячей. Итак, наше тесто. Добавляем сюда немного соды. Добавляем сюда кислоты. И у нас для того, чтобы уменьшить количество сахара, мы добавим сюда немного изюма. Мы его предварительно замочили, обработали в кипятке, чтобы все вредные поселенцы, жители, которые там живут, могли уйти. И точно так же курага, она у нас замоченная, порезанная. Мы ее тоже добавим. В такие оладьи не нужен сахар, потому что сухофрукты сами сладенькие и будет очень вкусно. То есть здесь у нас есть только соль, пшено, яйцо, сода, уксус и сухофрукты. Уксус мы используем яблочный. И также можно использовать, в принципе, лимонный сок, то есть как вам нравится, как вы хотите. Видите, что сковорода у нас потихоньку прогревается. Мы будем сегодня готовить на кокосовом масле. Если вы нашли рафинированное масло, то оно будет меньше пахнуть. Если вы нашли натуральное кокосовое масло, нерафинированное, то запах будет вообще просто потрясающий. Но я думаю, что даже рафинированное, оно тоже даст нам немного кокосового аромата. Мы будем использовать крышку, поэтому не так много масла кладем. Если вы готовите без крышки, то тогда масла нужно больше, чтобы оладьи поднимались. Мы создадим температуру с помощью закрывания крышки. Слышите, как красиво жарится? Какой прекрасный звук. Это готовятся наши полезные оладьи визглютена. Накрываем крышкой, чтобы они поднимались. Если вы посмотрите на само тесто, то видите, оно очень похоже на обычное. И вот если у вас дома есть дети, которых вы хотите перевезти на более здоровую еду, или у вас есть муж, которого надо кормить чем-то более здоровеньким, то никто даже не поймет, собственно говоря, из чего сделаны эти оладушки. Я лично пробовала готовить это дома, и мои домашние ели, хотя они очень избирательно относятся к моей еде, когда я говорю о том, что я приготовила что-то здоровенькое. Я думаю, что вы тоже с этим сталкивались. Когда вы пытаетесь внедрить дома что-то более здоровое, ваша семья сначала смотрит на это вот так, соглашается только понюхать или чуть-чуть попробовать. Но через какое-то время они начинают любить этот продукт, и он им тоже нравится. Сейчас я переверну оладьи. Достаточно хорошо переворачиваются. И выглядит почти как обычные мучные. Почему мы делаем на кокосовом масле? Потому что мы стараемся уменьшать в своем рационе подсолнечное масло. Для этого мы пробуем другие масла. Притом кокосовое масло у него достаточно высокая температура горения тоже, и оно безопасно, то есть оно не образует канцерогены при жарке. Поэтому для жарки всегда старайтесь использовать масла с высокой температурой горения. Это кокосовое масло, это масло авокадо. Оладьи у нас готовы. Можем их выкладывать на тарелочку. Я думаю, что вашим членам семьи они понравятся ничуть не меньше, чем обычные. Давайте мы их красиво разложим. Добавим к ним немного кокосового йогурта. И украсим свежими ягодами. Почему кокосовый йогурт? Потому что у нас, в принципе, есть уже вкус немного кокосового масла. Мы стараемся разнообразить свой рацион, поэтому мы не забываем о том, что есть молочные продукты, есть то, что мы можем использовать в альтернативе. Мы стараемся с вами добавлять максимум цвета в наши блюда. Вот у нас есть желтенький, у нас есть белый. Сейчас мы добавили немного красного цвета. Это наша замороженная вкусная малина. Еще немножко слов о голубике. Почему мы ее сюда добавили? Наверняка вы слышали о пользе ресвератрола. Да, и о том, что нужно пить по бокалу вина для того, чтобы получать ресвератрол. Но на самом деле он содержится во всех темных ягодах, в том числе в голубике. Не обязательно пить вино. Вы просто можете покупать голубику и есть ее. Также вы можете есть черную смородину и другие темные ягоды, получая этот полезный витамин. Смотрим, что у нас тут получилось. Ммм, какая красота! Изюм, курага. Запах потрясающий. Обмакиваем и пробуем. Ммм. 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 Субтитры создавал DimaTorzok